Расслабьтесь, Андрей, и получайте удовольствие. Глазом не моргнёте, так уйдёте отсюда с женой. Господи, вы мучите, что ли? Вы мучаете, вы мучаете сюда? Ну что вы, расслабьтесь. Я Лариса Грузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невеста Софья, Марина и Елена. А жених у нас Андрей. Здравствуйте. Лариса, наверное, какая-то ошибочка. Мы с моими коллегами, друзьями, ведущими программы «Жить здорово» пришли вас поздравить с днём рождения и пожелать вам жить здорово. Спасибо вам огромное. И вас тоже. Спасибо большое. Спасибо, проходите. Андрей Прадеус, 48 лет. Детский врач. Возглавляет Московский центр иммунологии и аллергологии. Гордится своей работой и тем, что вырастил двоих прекрасных сыновей. Андрей был дважды женат. С обеими супругами его свела любовь к профессии, развели профессиональные амбиции. Доктор Прадеус по-прежнему считает, что его основная миссия заключается лишь в том, чтобы спасать людей. А вот его друзья и коллеги по телепроекту «Жить здорово» уверены, что он обязан обрести ещё и личное счастье. Коллектив программы «Жить здорово» ищет жену доктору Прадеусу. Мы просто хотим открыть секрет. Мы сказали Андрею Петровичу, что у Ларисы сегодня день рождения, потому что у нас идут съёмки, таким образом мы его заманили к вам. Представляешь, обманом заманили его. Да я вот тоже не могу отойти, да. Как бы он не стыдал. Он не уйдёт. Я его никуда не отпущу. Я вижу, что вы силком просто привели своего товарища. Я боюсь спугнуть. Послушайте, ну вы правда заслуживаете личного счастья. Девчонки, подождите, но у нас есть подарки для вас. Давайте, дарите. Лен, скажи, пожалуйста, а ландыши правда не очень полезно ставить в комнату, где ты спишь? Что от них могут быть всякие? Это если тебе не нравится запах. Нет, я обожаю. Тут очень нежный аромат. Обожаю. Но у нас ещё один подарочек. На самом деле два других букета предназначаются Тамаре и Розе. Герман Шайдович, прожмите ты речь. На дороге суда мы в тайком пробрались в оранжерее Института лекарственных растений и сорвали вот эти цветы. И самое интересное, что в своё время они были выведены из неказистого цветочка, но очень душистого, который рос на просторах Шотландии. И стали сенсацией викторианской эпохи. Какая пресса. А как они нам всем подходят. Ну, вы знаете, я вот присоединюсь и всё-таки скажу своё медицинское слово, но для нас, для медиков, они имеют огромное значение. Значение именно таково, что они являются основоположниками генетики. Потому что доктор Мендель именно на этих цветочках все свои законы генетики описал и обосновал. Я теперь представляю вашу первую брачную ночь, когда вы будете говорить, нет, вот так, дорогая, нельзя лежать. Нужно, чтобы ножки были чуть выше, чем голова. Потому что, как сказал доктор Малышева и так далее, это же вынете спинной мозг. О, боже, боже. Как раз для меня подойдёт в самый раз, в самый раз, в самый раз, то, что надо. То, что доктор прописал. Для замужества, да. В общем, расслабьтесь, Андрей, и получайте удовольствие. Глазом не моргнёте, так уйдёте отсюда с женой. Дорогой мой. Ну, это реально неожиданно, да, мои друзья. Я ещё припомню. Ну, мстить нам не будешь? Нет, отстанеть не буду. Это смотри, какая попадётся. Но мы-то точно не проморгаем сегодня. Андрей, ну вы же были уже дважды женаты. Расскажите, прям коротенько, и у вас двое прекрасных сыновей. Ну, вы знаете, да, был женат, у меня прекрасные отношения. Один брак у вас был студенческий практически, да? Она была ваша коллежанка. Ну, мы вместе учились, вместе сидели за одной партой, прекрасно общались. А потом по разным всё-таки заведениям пошли работать? Или ещё и работали вместе? Работали вместе, конечно. Можно я расскажу? Про студенческий брак история такая. Дело в том, что Андрей Петрович служил в армии. Вообще он из очень известной семьи, известной медицинской семьи, известной семьи военной. Его дед был начальником штаба у Жукова. И, в принципе, мальчика могли отмазать от армии, как нечего делать. Был эпизод, когда его дед приехал его навестить. Андрей говорит, я вижу, через весь плац бежит майор. И вижу, дед с лампасами стоит за оградой. И майор подошёл, говорит, товарищ генерал, там тра-та-та. Он говорит, вот у вас встреча когда с рядовыми? С четырёх? Я бы хотел солдата Прадеуса увидеть. Ему говорят, нет, вы берите его в увольнительный. Андрей Петрович думает, слава богу, дед сказал, нет. С четырёх до пяти пообщаемся, а потом пусть служит. Вот такая семья. И вот это в нём есть. Он не говорит, я дал слово, я сдержу слово. В нём вот этого нет. А вот не знаешь, что он сказал? Сказал мне, я похудею. Похудел за два месяца на 20 килограмм. Хотя я ему не верила. Как настоящий мужчина, да, вот пошёл в армию, отслужил. Я уважаю мужчин, которые служили. Когда он служил в армии, то там произошла такая история. Переходили танки переправу через реку, и один танк утонул. И он, ныряя вниз, спас трёх человек. Вот спускался по трёхметровой трубе, вместе со служителем он спас трёх человек. И ему за это дали внеплановый отпуск. Вот он приехал, женился. То есть это абсолютно, знаешь, бывают такие ситуации, когда человек вырвался, женился. Студенческий брак, денег не было, продавал бананы. Вот такой вот был парень. А студенческий брак могла сохранить только ты. Вот ты такая верная. Но у мужчин случаются всякие разные потом порывы. Да, и к другим. А скажите, а какая причина развода? С первой. Изжил себя брак? Вы знаете, наверное, всё-таки мужчина должен сохранять брак. У меня прекрасная жена, она прекрасный доктор, она прекрасно имеет семью и двух детей. В принципе, наверное, если бы я как мужчина был мудрее, разумнее, наверное, в то время, мы бы, наверное, и жили счастливо, в общем. Я считаю, что нельзя и работать, и совмещать работу, и жену, чтобы одно и то же было. А второй брак? А второй брак, это уже после, когда я стал работать и жить за границей, то мы жили вместе, работали. И мама моего младшего сына, прекрасный доктор, известнейший профессор, вообще прекрасный человек и прекрасные специалисты. И я очень благодарен ей за нашего ребёнка и за нашу совместную жизнь. Мы в прекрасных отношениях дружим. Понятно. Но два профессора, наверное, под одной крышей, это немножко сложно. Мария, не пугает то, что дважды женат, был двое детей? Ну, у тебя в принципе нет, у всех какой-то опыт есть жизненный. Меня тоже не пугает. Андрей, как вы оказались в Афганистане? Ну, одна из задач нашей части, в которой я служил в Северо-Кавказском округе, была подготовка полигонов для вывода войск, которые выводились в то время из Афганистана, и вследствие этого надо было готовить передислокацию для карантина, поскольку много инфекционных заболеваний было, и надо было готовить и войска, которые выводились, и территорию полигонов. Таким образом приходилось такого рода коммуникацию сделать. Он прошение подал, чтобы его перевели. Да, 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 он просился в Афганистан, и его туда направили. Да, это круто, конечно. Ещё и сам просился, это, конечно, вообще впечатляет. А что это была за ситуация, что вы бананами торговали? Денег не было. Денег не было. Молодая семья, нужно было содержать ребёнка и жену, поэтому он торговал бананами. Торговлю бананами много приносит, да? Вы знаете, на лотке в то время, когда торгуешь, то твой заработок зависит от того, насколько хорошо ты делаешь свою работу. Если ты её делаешь хорошо, у тебя много покупателей. А я знаю, что вот у нас есть видео, я всё понимаю, регалии, вам надо создать комфорт, вы потрясающие, правда. И мы каждый день видим по телевизору, я, если успеваю, тоже там кое-что. И к вам я скоро тоже обращусь, спина посыпалась у меня после проекта без страховки. Но вообще, какой вы купец-то? Всё-таки у нас как бы сговор идёт и смотрина одновременно. Хотелось бы понять, что купца-то есть вообще, куда молодую, наверное, захотите привезти. Видео у нас есть. Здравствуйте, Ирина Васильевна, здравствуйте, проходите, проходите. Вот оно, холостяцкое жилище профессора Прадеуса. Комнату окутывают электрические провода, потому что бездушные соседи сверху во время ремонта повредили всю проводку. Ну, а я пожалела только о том, что не взяла с собой никакой еды. У Прадеуса дома есть нечего. Чем вы завтракаете, руководитель Московского центра иммунологии? Ну, кофе, проверка новостей почты и старт на работу, Ирина Васильевна. Мы с вами в Московском центре детской иммунологии и аллергологии. Это его руководитель, профессор Прадеус. Весь день доктор Прадеус будет принимать мам и малышей. И все они будут общаться не только с очень профессиональным доктором, но и с человеком, который добрый по-настоящему. Ну, уже совсем почти хорошо. Рабочий день профессора Прадеуса закончится около семи вечера. Возможно, он проведет его один. Он до сих пор так и не женился. Но, скорее всего, к нему придут два чудесных парня. Его сыновья. Младший Артем и старший Антон. Все Прадеусы – большие друзья. Да, такого надо в мужья. Смелый. Давай, дерзай. Решительный. Дерзай. Он какой деток любит, видно. Так, два мальчика. Нашую девочку надо. Девочку надо, сто процентов. Он будет ее любить, мне кажется, очень сильно. Он создал первое отделение в стране доброго отношения к детям. Я уже сейчас завидую вашей будущей избраннице. Я уже ей завидую. Во-первых, я хочу сказать, на самом деле, вот для меня лично не имеет значения ни рост, ни вес мужчины, ни его внешность. Для меня важна персона, личность. Я, когда вижу человека талантливо в любой области, меня это завораживает так, вот я внутренне, например, готова служить мужчине. Правда, нисколько-то не некрасивое слово. Если человек более значим, чем я, я могу себе наступить на горло и буду делать все для того, чтобы вы жили, развивались, были счастливы, и чтобы вы служили другим людям. А вы именно такой. Поэтому вам нужна женщина, которая будет вас просто обожать. И делать все для того, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас была в порядке нервная система, чтобы вы на работу шли с огромным удовольствием и домой, чтобы вы дома распрямлялись и отдыхали. Вам нужна абсолютно верная, прекрасная, мягкая, мягкая, любящая вас, которая прям будет говорить. Мои глазочки, мои пальчики, мои губочки, любименький, мой родной, вот прямо единственное спасибо, что ты в моей жизни появился. Его есть за что обожать. Вот именно его достижения, его образ жизни, его миссия, которую он вообще выполняет, да, на самом деле за это можно обожать. Просто потому, что он детский доктор, и то, что он прекрасный человек. Что вы, друзья мои, вы... Одну секундочку, подожди, Ларис. Я же нас на программе, ну вот по поводу приданного купца поняла. Я тут еще за одну очень важную тему отвечаю. Секс. Вот вы мне скажите, Андрюшенька, да. А я думала, Лена отвечает за секс. Она, он на себя на программе отвечает, а на наш программе я отвечаю. Вы отвечаем за здоровый секс. Вам нужна вот прямо такая вот хозяюшка, про которую тут Лариса объяснила? Я ни одного слова не сказала хозяюшка. Ну я имею в виду такая вот прямо... Или сексуальная женщина. Вообще секс как-то присутствует еще в жизни? Он вообще не за тело, он не думает об этом. Откуда ты-то знаешь, Лена? Я его знаю, я тот человек, который... Конечно, я не знаю сексуальной части жизни, Андрей Петрович, но он герой пушкинской эпохи. Он не из тех, кто впрыгивает в постель. А там, слушай, а они что? Выпрыгивает... Нет, я говорю про другое. Не, 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 об этом речь. Речь идет о другом. О том, что, смотрите, вот в современной жизни в нашей, к сожалению, вот то, что мы называем институтом ухаживания, практически утрачено напрочь. То, что позволяет людям близко и тонко друг другу узнать даже до интимных отношений. Или именно до интимных отношений. Сейчас этого нет практически. А этот человек, именно из той эпохи, из пушкинской... То есть он долго будет запрягать? Мы не знаем, а он еще ездит или нет? Он точно не будет там говорить в программе. Андрюш, скажи мне, вообще нужна еще вот прямо активность в этом плане? Да, я тебя сейчас прямо найду. Знаешь, как раньше говорили? Если мешает грелка, значит, уже согрелся. Если мешает женщина, значит, уже остыл. Вы знаете, я могу вам сказать так, что если вы посмотрите на мои залысины, как раз они говорят, как раз подушки здесь, а здесь тестостерон. Да. То есть у вас все в порядке. Хватит пытать. Все хорошо. Посмотри на глаза. Слушай, а может, и мне что сгодится-то? Чего ты? Я сейчас... Нет, ему такая не нужна. Почему такая не нужна? Потому что ты впереди паровоза бежишь. Ему нужно, чтобы было чуть-чуть... А я тайну, пожалуйста, сонно на программе у себя. А я на программе у себя вечером пришли. Я хозяйка хорошая, все это об этом знают. И я еще... Еще уго-го, если меня так при это... Ну, немножко там подлечите меня со спиной, что-то у меня так болит она. А вы хотите еще детей? Ра, пришел. Вот все, если будете... 48 лет, это еще не очень... Тогда если у женщины будут уже свои детки? Прекрасно. Два сына, у тебя две дочери. Мне очень нравится, что он детский доктор, принимает не только детей, но и мам. А Тамара, что звезды? В первую очередь хочу сказать, что вы, конечно, лев до мозга костей, потому что Солнце, Меркурий и Юпитер во льве. И Солнце находится со звездой счастливой. Знаете, наверное, в жизни очень много наполеоновских планов, которые воплощаются. Но бывают упадения, а потом снова возвышения. А женщина, скорее всего, вам нужна подруга ученого, поскольку Венера в деве и человек, который умеет добиться результата. Очень сильная, очень чувствительная, которая видит мелочи. Лена-то у нас тоже очень чувствительная. Я не совсем поняла на рожении подруга ученого, но все остальное полностью, по-моему, твой портрет. Знакомьтесь с первой, с манкой, с желанной, с нежной, с любящей. И, может быть, правда такая сейчас вас и встретит. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей Петрович. Я очень рада, я очень впечатлена. Спасибо вам большое, что такая у нас возможность случилась. Я надеюсь, что у нас все с вами будет здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Софья, 35 лет. Преподаватель в ВУЗе, пишет диссертацию, занимается скандинавской ходьбой и любит рассказывать анекдоты. Гордится тем, что стала победителем национального первенства по научной аналитике в педагогике. Мечтает получить степень кандидата педагогических наук. После того, как ее муж увлекся серфингом, направление ветра его стало интересовать намного больше семейных проблем. Софья надеется, что Андрей будет к ней внимателен. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Вы красавицы. Я вам хочу сказать, а каким ветром вас занесло к мужчине, которого не интересовали вообще ни семейные проблемы, ни семейные дела? Вы знаете, он по своей сути очень интересный человек. А у меня такой вот как-то критерий к мужчинам, их мало. И самое главное, это чтобы человек был интересный, наполненный. И поскольку он такой, он за что не берется, это серфинг, это уже, наверное, сейчас не актуальная информация. Он много всего освоил. И, конечно, с таким человеком было интересно поначалу. Но когда мы начали жить вместе, вот столкнулись. Но он оказался циником, обстюбывал буквально всё. Да. Вот это слово очень правильно. Да, да, да. То есть он очень любит. Я терпеть не могу таких людей. Знаешь, которые уже зашутились до такой степени, ты не можешь понять, кто он на самом деле, какое его естество. Хочется сказать, остановись в мгновение, кто ты. Тем более, когда в семье. Но это правда ужасно, я вас понимаю. Марина, ну вот невеста достойная. Мне кажется, она старше, чем 35 выглядит. Почему не собрали вещи, не ушли от него? Ну как, вы что, я собрала вещи полуторагодовалого ребёнка и ушла к маме. Вы и родили в Небраде? То есть он даже вам предложение не делал? Нет. А в графе отец что стоит? Прочерк. Ну это вообще тоже, ну это Лариса, вот тоже, вот он хорош, леплог мужчина был, но в конце концов тоже неуважительно. Значит, спать, рожать, всё устраивает, а вот как поставить ему фамилию, тут... Кстати, ему некогда было. Ну я думаю, что он и не настаивал. Навряд ли женщина добровольно откажется и будет за графу отец прочего. Да, конечно. Ну она такая же первая, вот. Ну она женщина, похоже. А ты ещё у нас как девочка. Неинтересно. Да, я ещё девочка. Вы категорически не приемлете в женщинах, правда не поняла, в женщинах или в мужчинах, жадность и мелкотравчатость. Мелкотравчатость. Вот такие интересы. Да. Это я не... Потому что, извините, я вас может быть переблю... Вы большая молодец, что у вас есть ребёнок. Даже вот не слушайте. А я не слушаю. Без прочерка, без прочерка. Скажи, пожалуйста, а мы разве говорили, а почему вы, Софья, не сделали аборт? Не-не-не, я просто хочу так сказать. Мы тоже на каждой программе говорим, что дети – это прекрасно. Нет, мне кажется, ты ему больше подходишь. Она всё равно такая строгая. Строгость чувствуется. Мне кажется, он меня уже ждёт. Ребёнка ещё хотите? Это очень сложный вопрос. Почему? Я бы, например, от такого, как Андрей, рожала бы раз в полтора года. Лариса, когда она этого ребёнка будет делать? Потому что я посчитала опять по вашей анкете. Вы два-три... Прям быстро. Два-три раза в неделю научные статьи по три часа в день. Я просто потом высчитала, сколько. Три-четыре раза в неделю по полтора-два часа посвящаете детям. Кружки. Также преподаете в универе. Пишите диссертацию в двух университетах. Я посчитала, в среднем 11 часов у вас выходит в среднем на всё вот это вот действие. С точки зрения физиологии достаточно три минуты, чтобы сделать ребёнку. Сейчас прям три минуты. За три минуты это муж по-стариковски там что-то быстро там сама-сама. А тут... Не, нам как раз три минуты недостаточно. Вот, я прошу сказать. Скажите, пожалуйста, вот вы уже самоутвердились, диссертации написали, попреподавали и так далее. Есть ли на чаше весов будет прекрасная личная жизнь с достойнейшим из мужчин? Да, да, да. Либо вы будете опять колотиться для того, чтобы что? Нет, чтобы что, это совершенно... Я вообще люблю вот это, чтобы что, пять интеракций. Вот если ты отвечаешь на вот эти вопросы, а если ты на них, конечно, чтобы... Чтобы была семья. Насколько вы абициозны, честно. Вот подружка пусть поможет. Очень сильно. Абициозна, да? Очень, да. То есть сейчас говорит неправду? Ну, приоритет она расставит, конечно, но... Не знаю, мне кажется, она ему вообще не подходит. Ему нужна... Да. Женщина более со свободным временем. У неё полностью не загружены. Да, и ребёнок, и меньше. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна, либо традиция. Ну, давайте традицию. Традиция. Есть такая, Софья? Да, у нас в семье традиция, это... Даже, я бы сказала, возведена в культ. Это культ образования, культ детей и культ еды дома. Спасибо. У вас готов сюрприз? Да, конечно. Покажите мне вас. Спасибо. Пойдёмте. Ну, я почему-то чувствую, что вот они разные, совсем разные, а она его не цепляет. Может, это ревность, женская, конечно, может быть, да, ревность какая-то, мне кажется, я чувствую. Поскольку я преподаю в университете и владею игротехнологиями, являюсь ещё игротехником, мы сейчас с вами попробуем сделать ментальные карты. Вы с вами пообщались, и о каждом из нас, у нас остались какие-то впечатления, эмоции. Я предлагаю вам их визуализировать. Вот смотрите, я буду делать о вас, писать свои впечатления. Вот здесь я пишу Андрей и мои ассоциации с вами. А вы то же самое, только пишите Софья. Ассоциации буквально пять штучек. На самом деле, этот инструмент, он помогает быстрее запомнить что-нибудь. Это чтобы и вы меня совсем не забыли. Что это такое-то? Андрей Петрович, что вы пишете, нам рассказываете? Я пока ещё ничего не пишу. Я пока пытаюсь нарисовать кружочки. Это сложная задача. Я пока рисую кружочки. Блин, он забавный. Всё больше и больше мне нравится. Должен вам открыть секрет. И мы, Софья, одно из моих любимых имён. По разным причинам. Но, наверное, всё-таки я бы сказал так. Извините, Софья, очень бы хотелось всё-таки не воспринимать так, но получается. Всё-таки вы человек целеустремлённый, у вас есть цель. Что он пишет? Диссертация. Диссертация. Но он пишет свои ассоциации. То есть то семантическое поле, которым была окружена я вот в это время. Он мне нравится, что я аж краснею. Я уже смотрю и сейчас представлю выходить. И вообще, вы знаете, ещё одна семантическая ассоциация – Дельтаплан. А почему Дельтаплан-да? Чтобы улететь далеко. Вы знаете, я подумал, что Софье это до сих пор интересно. Я думаю, что действительно романтика, вот такая вот экшн, ей до сих пор интересен. И это то, что её, наверное... Да, грустновато. Спасибо. Спасибо. Девочки, проходите к своему дому. Спасибо. Это вы можете оставить. Нет, это не оставить. Это мы планировали оставить на память. Спасибо. По-моему, вы очень понравились. Ваши впечатления, Дмитрий, Герман, Лена? Мне она понравилась. Ой, в студии всё было хорошо, всё такие милые. Особенно Елена Васильевна. Я представляю меня на её месте. Она встречалась с мужчиной, она из хорошей семьи. Она родила ребёнка, она его оставила. Она не может сюда прийти, как мышка, на коленях умолять. Она свою жизнь сделала. Я таких женщин очень уважаю. Дмитрий? Порядочный, трудолюбивый, целеустремлённый очень человек. Такая цельная, очень, с таким, я бы сказал, с мужским типом характера женщина. Герман? Она мне очень симпатична, но есть такое правило. В одну воду дважды не входит. То есть соревновательность в семье не приведёт у Андрея Петровича ни к чему хорошему. Андрей? Очень славная, очень интересная, интеллигентная, образованная женщина, чудесная женщина. Что я могу сказать? Я, конечно, её абсолютно согласна, подписываюсь под каждым словом. Сослуживица, приятельница, но не жена, точно, потому что она очень амбициозна. И в 35 лет, я думаю, она будет и в 45 лет, она всегда будет ни пара, ни одной минуты. Ты же амбициозна, но ты же свою семью ставишь выше всего. Абсолютно, выше всех. Я 55-й раз говорю, и я всегда говорю, папа лучше знает, наш папа лучше обратит. Обращайтесь к папе, семья для меня превыше всего. Поэтому я успеваю ночью готовить, убирать, стирать, замораживать, чтобы было у всех моих детей. Софья этого делать не будет, потому что она о себе другого представления. Почему она так решила, что я этого делать не буду? Я это делаю вообще, просто я на это не обращаю внимания. Вот такое первое впечатление тебе. Это естественный процесс. Андрюшенька, а вот вы чего любите твое вот есть? Какое блюдо вам было приятнее бы получить? Ну, подарок, я не знаю, вот гости. Вот приглашу я вас в гости. Я мясо люблю. А мясо жареное? С кровью. С кровью? Нет. А какое? Я все-таки люблю такое, да, в достаточной степени прожарки. А Тамара, как тебе Софья? Мне Софья понравилось, чтобы сейчас не ходить сидели и не зрели самим. Мне понравилось, просто для другого мужчины. Софья, конечно, козерог. Ваша роль в ее жизни – это рост. Вот так я бы сказала, скорее всего. Она огненная женщина. И для семьи это очень хороший дипломат. Спасибо. У вас еще есть невеста. Проходите, знакомьтесь. Ну что, опять? Вам это даром не пройдет, друзья. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Марина, я приехала из Санкт-Петербурга. Я рада нашей встрече и надеюсь, наше знакомство будет так же приятным и для вас. Спасибо. Спасибо. Марина, 33 года. Владелица студии арт-маникюра. Рисует маслом, пишет стихи и любит рукодельничать. Гордится тем, что умеет любить. Мечтает о большой семье. Признается, что питает слабость к мужчинам с усами. Предупреждает, что воспитывает дочного Лида. Муж отказался последовать за Мариной после того, как свекровь выгнала ее из дома с грудным ребенком на руках. Надеется, что Андрей станет для нее надежным тылом. Здравствуйте, девочки. Марина, у вас сегодня, конечно, уникальная возможность познакомиться с одним из самых завидных женихов с усами. Может быть, есть сразу к нему какие-то вопросы? Нет, я пока стесняюсь. Вот тут у него искорка пробежала. Мне кажется, это его типа с женщином просто. За что у вас выгнала свекровь с ребенком? Ну, за что выгнала? Может быть, она такая была властная и ревнивая сама по себе женщина. Смотрите, вы вышли замуж или не выходили замуж, когда поселили свидетель? Нет, я не вышла. Так и не вышла замуж. Вы просто с ее сыном жили на территории своей... Ее квартиры. Якобы в ее квартире. Но вам казалось, что она слишком многое себе позволяет, да? Да. Хозяйничает, может расставить вещи, как ей кажется. Прийти со своим ключом? Было, да. Ну, так это ее квартира, а вы не были женой? Ну, на тот момент меня это смущало. Я ведь все молодые. А вас не смущало, что у вас сначала появился ребенок, а предложение руки и сердца так и не появилось? Может быть, должен быть другой порядок? Сначала зовут замуж, потом знакомят родителей. Я согласна, согласна. Именно так и должно быть. Но мы хотели пожениться. Дело в том, что мы за две недели до свадьбы с ним расстались. Уже я была беременна. Видно, что она очень скромная такая и стесняется. Так вот, разговаривает. Миленькая такая, да она? Как вы оказались в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге я оказалась по нескольким причинам. Но главное было то, что дальнейшее обучение Поли здесь не было возможным. Там вышли обстоятельства со школой. А что у Поли? Извините, спрашиваю я просто это. А что с Полинкой-то? У нее недоразвитие зрительных нервов, миопия высокой степени, вот нестагм. Но я думаю, что это не его тема. Почему? Он же детский доктор, да? Ну, ты представляешь, ты на работе работаешь, лечишь, и домой приходишь, лечишь. Вы не были замужем, у вас двое детей от разных мужчин, с которым вы штамп в паспорте не ставили. И полюбили или нет, это... А почему за второго мужчину не вышли замуж? Я хотела. Здесь я уже хотела очень. И просила, и пыталась, и добивалась, и какую-то использовала там женскую хитрость, как на тот мне момент казалось, как мне советовали подруги. Вот и так поговори с ним. Когда уже были беременны? И уже до этого, потом уже была беременна, и он мне все говорил, ну, Мариночка, это не важно. Ну, Мариночка, вы знаете, мама не говорила, что это мужчина должен просить наши руки и наши сердца, да? И уговаривает нас, любимая, красивая. Хочу твое продолжение. Хочу, чтобы наш ребенок был похож на тебя. Ради умоляю. Ну, не был у меня такого мужчина. Ну, нет, девочки. Она будет не его встречать с работой и расслаблять его, она будет смотреть за своей дочкой. Больше. Больше там двое. Ну, тем более. Ваш мужчина, от которого вы родили второго ребенка, был скуп, тратился на себя, занимался своим любимым делом. Спортом занимался. Спортом занимался, да. Фитнес-клубом. А вы жили, ну, естественно, если вы из Краснодара, в его квартире. Да, да. С его бабушкой. С его бабушкой. Он на вас не женился, ребенка вы родили. Да. И как оказалось, что у вас коммунальная комната в Москве? Он очень хорошо Полю еще принял. Вот меня что подкупило, собственно. Он до сих пор с ней... Вот он же вам сейчас помогает, да, материально? Помогает, да. Так что не скупой, получается. Нет, нет, не скупой. Ну, это называется, все хорошо, осталось полюбить. Ну, согласна. Мужчины, кстати, отдаляются очень часто в таких ситуациях. Они не выдерживают. Потому что мужчины, это бойцы кратковременные. Они могут только в бой выйти и зайти. Младшему ребенку сколько? Десять лет. Она живет с папой. А почему она живет с папой? Так получилось, что она пошла в спортивную школу. У нее там, ей пророчат карьеру серьезную. В Москве? В Москве. Она приходит к нам в выходные. Если бы не сказали, ваша дочь будет космонавтом. Она жить у Елены Малышевой. Будет встречаться в Останкино. Она будет ее лечить. И будет все хорошо. Но только, даже лучше, Ларисочка, чем с вами с нервной. Я сказала бы, нет. Это мое дитё, девочка. Она должна жить со мной. И не так иначе. Почему? Почему у отца? Это решение было непросто принято. Здесь я и ходила, разговаривала и с тренером, который здесь занимается. Послушайте, ну хватит. Да, и тренер говорит, это будет вторая, я не знаю, там. Винер. Да, Винер. И что? Я понимаю глубину вашего вопроса сейчас, да. Но я хотела бы объяснить все-таки, как мы к этому шли. Это было непросто, действительно. Я понимаю. Не хотите забрать девочку? Нет. Ну я хочу, но так будет лучше. Не будет лучше, так будет лучше вам. Прекрасно. Нет, нет. Она приезжала ко мне вот буквально несколько дней назад. Девочка сейчас вступает в пубертат. Представляете, сколько у неё вопросов, комплексов. Каждый день вы должны знать про каждый прыщ её. Про каждую съеденную у него время булку. Про всех её даш-маш, про все эти ссоры. Ну о чём вы говорите? Она хочет жить с папой. Она хочет жить с папой. Тогда у меня вопросы, почему не с мамой. Ну, слушайте, как удобно ребёнку. Надо думать, прежде всего, если ребёнку это удобнее, и спортивная школа, и всё. Тогда, Марин, вот смотрите, вам ваш бывший мужчина, от которого вы его родили, помогает сейчас с деньгами. Он откупается, он платит вам за девочку, которую он оставил себе? С какого вы припёка ему? Вы ему не родственница? Нет. Ребёнок живёт с ним, он должен деньги платить на ребёнка тратить. Почему вам помогает? Потому что он считает полю своим ребёнком и платит мне часть алиментов. У вас есть какие-то вопросы? Я думаю, что зря мы просим её ответить на эти вопросы нам. Она должна, прежде всего, ответить на эти вопросы сама себе. Ну, послушайте, у нас ведь не называется программа «Будем великодушны». Нет, она не называется, а называется «Давай поженимся». У нас есть на каждую невесту 8 минут, чтобы вскрыть эти проблемы, не решать их сейчас, потому что все проблемы из-за недоговорённости на берегу, потому что мы все прекрасны до брака. А потом вылезают бывшие мужья, бывшие жёны с какими-то судами, с какими-то требованиями, это выносит мозг, разрывает душу, и из-за этого мы разбегаемся. Бедная, ну вот тяжёлая у неё жизнь, с ребёнком вот так выгнали её в никуда. А не так ребёнок ещё болеет. Да, ещё инвалид. Жалко очень её. У вас, Андрей, осталось два бонуса. Среда не наедине и скелет в шкафу. Ну что ж, давайте, мы уже и так скелеты вытащили. Давайте вытащим ещё. Давайте, давайте, посмотрим. Что-то такое тяжё... Что же это за скелет такой? Это вы ещё есть? Прекрасные сливы, да. Ну как у тебя? Да, это заколдованные сливы. Это слива. Сливы-гранаты. Да, но это не скелет в шкафу, а скорее такой случай... Да, рассказывай. ...за который мне было стыдно. Однажды мы приехали со всей семьёй в магазин, с большой тележкой, значит, нагрузили там продукты. Вот подошли к овощам, фруктам. И я увидела под прилавком лежит очень много слив. Вот они разбросаны, кто-то их там рассыпал, видимо. И люди ходят, их топчут. Да, и вот они такие красивые, замечательные. И всё равно они выбросятся. Вот сейчас их все растопчут. И мне так стало их жалко, что я набрала себе полные карманы этих слив. И не заплатила за них. Вышла вот так, вытащила из магазина. Накормила детей. Это самые прекрасные поступки, которые я сегодня услышала. И самые живые. Спасибо, мы правильно сделали. А сюрприз покажете? Да, покажем. Мы готовили вместе с Полем. Так интересно. Но у меня никогда не возникало такого желания, кстати. Вот смотришь, что-то нравится. Но вот она какая-то чуть-чуть странная. Я словно птица в небесах. Отбилась я от стаи. Куда лечу? И что ищу? Порой не понимаю. Ведь иногда сил просто нет, Чтоб крылья вновь расправить. И так велик соблазн упасть. И бренный мир оставить. Кто? Кто? Среди грозных облаков Мне верный путь укажет. К какой теперь по роде птиц я отношусь? Подскажет. Поможет снова. Кто взлететь? Мне? Одинокой птице. Когда гроза и ураган. А камни не разбиться. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Спасибо. Забирайте свою подругу и проходите в комнату. Спасибо, Зайя. Вы молодцы. А у вас ведь еще подарок был. Ой, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, я переволновалась. Вот я такую картину нарисовала. Здесь изображен волшебный лес. И, собственно, вот я птица такая. Чтобы он напоминал вам о программе, да. Ну, о полечке. Мы так вместе похожи на эту птицу. Спасибо. Абсолютно. Можно секундочку? Извините, пожалуйста. Он всегда собранной в игрушке, потому что по всему Останкину консультирует детей. Да, и хотелось бы вот действительно девушке, которая Полине, которая нас очаровала, подарить такую игрушку на память. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы к нам пришли обязательно на передачу, и мы вам будем стараться помогать. Спасибо вам большое, девочки. Спасибо. Да, я думаю, что это правильно. Это самое правильное. А он только так и мог поступить. Дмитрий, Герман, Лена и Андрей. К сожалению, это одна из таких тяжелейших, ужасающих, на мой взгляд, просто историй, которым, к сожалению, наша жизнь полна. Не берусь никак судить маму. То есть у меня все мое внимание было сконцентрировано на этой девочке. И сказать какое-то там суждение, пусть даже объективное, я не берусь в эту ситуацию. Я считаю, что только то, что женщина воспитывает ребенка с таким дефектом, уже требует уважения. Мам, ты просто переволновалась. Мам, ты просто переволновалась, понимаешь? Ты переволновалась. Я даже с тобой согласна во многом, когда ты говоришь эту страшную правду. Но я считаю, девочка вот эта заслуживает того, чтобы о ее маме говорили хорошо. Андрей? Я считаю, что любовь к детям – это определяющая ситуация в жизни и мужчины, и женщины, и папы, и мамы. И однозначно, Ваша гостья заслуживает великого уважения, что она старается ради своего ребенка сделать как можно… Она старается, но вот эти вот решения человеческие ей надо принимать в своей жизни, и, наверное, пока она их не примет… Не приведи Бог кому-нибудь испытать такое, как испытывает Марина. Но у нее прекрасная девочка Полина, прекрасная, умница, очень живая, реагирующая. И, конечно, ей нужна мама, и, конечно, мама помогает ей, а кто, если не мама? Это наша обязанность, это норма. И вторая девочка, которая живет, которая не инвалид, которая занимается спортом, также нуждается в маме, как и Полина, для того, чтобы не вырасти и не сформироваться в сломленного человека внутри. Она же жила все время с тобой, это вот вы сейчас в Питер переехали, она приезжает. Ну как? Она же не живет постоянно с папой. У вас еще есть одна невеста? Уходите с нами. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Очень приятно, Андрей. Надеюсь, наше знакомство надолго. Елена, 39 лет, хостес в ресторане, регулярно ходит в фитнес-клуб и мастерски готовит селедку под шубой. Гордится тем, что одна воспитала младшую сестру, мечтает стать актрисой. Елена вышла замуж за иностранца и только спустя несколько месяцев узнала, что ее муж живет на две семьи. Надеется, что Андрей станет ей верным мужем. А это, судя по всему, та самая селедка под шубой, которую вы мастерски готовите. Я очень люблю ее, да. А кто же ее не любит? Я вот не умею селедку делать под шубой. У меня тоже плохо получается. Лена, кто был ваш муж в национальности? Турок. Что вас туда занесло? Мы познакомились с ним в Москве, на Красной площади. Он был не такой, как все мужчины. Как-то ухаживал красиво, приносил цветы, подарки. Ну, пусть там недорогие, мягкие игрушки. Мне было приятно получать. А как куда еще? Краснодарский край есть. Я думаю, все в шоке, потому что это не то, что ему нужно, наверное. Ну, уж точно не в качестве жены. Вы выходите замуж и... А так вы ходите или не выходите? Нет, я вышла замуж, потому что мы... А по каким? По мусульманским или по славянским? Нет, мы просто вот расписались, пошли. У меня не было как бы и судьбного платья. То есть в муниципалитете, ваше почте? В общем, так да. Почему ребенка не родили? Я просто боялась. У них есть такой закон, если нет гражданства, если у нас какие-то проблемы происходят, я выезжаю со стороны, мне ребенка никто не отдает. То есть сначала вы сказали гражданство? Да, я получаю гражданство, потом будет ребенок у нас. А гражданство он вам не сделал, потому что выяснилось, что у него есть еще одна такая же Лена. Она его взбодрит сто процентов. Кто взбодрит его? Вот эта девочка какая-то. Пустышка эта? Почему пустышка? Да потому что. Посмотрите, что она говорит с него. Послушаю я сама. У вас остался один бонус. Минута наедине. Проходите, пожалуйста. А селёйте под шубой воскутительно в комнату. В комнату. Обязательно, селёй. Я вам даю этот бонус. Селёй, я не спорю. Я могу добавить свою. Потом. Потом. Вот в эту комнату. Вот она. Смотри. Сюда? Не, не, не сюда. Адрюш, вот сюда. Давай по мне. Нет, не. Почему ты не съел? Можно добавить. Я прямо... Ну, я думаю, что у вас, в общем-то, все шансы найти себе прекрасных мужей. Зачем я прекрасная мужья? Мне нужен один. Один. Хорошо. Ну, вот какие критерии? Ну, мне вот нравитесь вы. У вас жизнь такая насыщенная, и, не знаю, вы смелы, решительны. Ну, вопрос в том, что такой человек, как я, скорее всего, не сможет уделить вам столько внимания, сколько вам бы хотелось. Ну, я не думаю. Это вам так кажется. Я человек с большим количеством желаний, потребностей и работы, и меня нужно принимать в этом отношении. Ну, я согласна удовлетворить ваши требования, скажем так. Вы проходите, пожалуйста, я для сюрприз вы требуем. Вам. Ой, я даже не знаю еще какой сюрприз. Я говорю, селедку пошла, вторую порцию готовить. Так а зачем? Ну, как зачем? Чтобы всем хватило. Кто чем берет? Ну, что, сходили? Где невеста-то? Пошла готовить сюрприз. А-а-а. Решила мне возвращаться. Да. О-о-о. Сюрприз готов. Проходите. Я могу сказать... Проходите, дурк-дурк-дурк. Не бойтесь, не бойтесь. Андрюш, вас приглашают. Можно вас на сыну пригласить? Королевые игры работают. Лена, должен вам сказать, что фонендоскоп так не носят. Да, правда? Извините, пожалуйста. Фонендоскоп одевают по-другому. Научите меня, пожалуйста. А в фильмах, где взрослых, носят так. Вот. Я, видимо, не в тиме. Вы не в тиме. Присаживайтесь, пожалуйста. Андрюш, садись, не бойся. Мне страшно. Это уж вам дыр. Это на глаза. Волна. Что вы так лежите? Как объяснить ребенку, если мама в костюме медсестре, папа, неплохо, а хорошо? Ну, расслабьтесь, ну что вы. Я. Снимите очки. Снимите очки. Очки. А каждый год я не буду. Не надо. Ань, ничего не меня. Тогда. Тогда будем так. Да. Да. Спасибо. 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 Молодец, Лена. Правильно. Разрядила обстановку. Девчонки, забирайте свою подружку. Она вот такая красавица. А селедка под шубой просто... Да, Лена. А что, вот. Он такой скромный. Он такой всего боится. Он на этом столь и ездит. Я не знаю. Он очень распереживался. И расслабиться он не смог. Ну, Дмитрий, Герман, Елена, Андрей, что скажете? Ну, сейчас я скажу мое суждение. То есть, конечно, это на... Есть дома приличные, а есть дома публичные. В жизни очень важно двери не перепутать. Она себя чувствовала некомфортно. Она себя чувствовала в этой роли неорганичной. И это не ее. Она простая девчонка, которая упустила возможность. Которая воспитала младшую сестру. Которая воспитала младшую сестру. Которая никто не подсказал, что нужно по-другому. Что не все мужчины, которые любят мясо с кровью. Понимаете? Есть еще и другие. А девка, она неплохая. И это не норма. Я думаю, она первый и последний раз вот это вот что-то по-дурацки пыталась очень жалко сделать. А, Андрюшенька, а вы у нас такой жених-то. Смотрите, к концу программы привередливы стали. Первая невеста у нас была. Ну, слишком, как говорится, это холодновато. Нет, Андрей не сказал ничего про нее. Нет, так а зачем говорить-то? Она очень понравилась. А говорить-то зачем-то? По нему и так видно, мы все-таки сама говоришь, как рентген. Леночка слишком для вас жарковата. В принципе, правильно аппетит приходит во время еды. Он перепугался. Я таких скованных мужчин еще вообще не видела. Как ни странно, совпадений у вас может быть много. Именно физических, каких-то внутренних, скрытых действительно от посторонних глаз. Те, которые касаются интимных отношений. Но вы можете для нее стать вот таким строгим отцом. Понимаете? Вот который действительно даст человеку понимание жизни, системы, потому что ее Сатурн связан с вашими львиными показателями. Сатурн во льве с белой луной. Друзья мои, советуйтесь, уже пришло время выбирать. Андрей, я тебе только хотел бы добра в жизни и счастья семейного. Какие ты будешь решения принимать? А я тебе хочу спутника жизни, который тебя всегда... Спутница жизни, которая будет тебя всегда понимать. Это то, что нужно тебе. Я хочу сказать, независимо от того, выберете вы тут кого-то или не выберете, помочь мы должны вот этой семье с девочкой и той ее части, которую мы не видели с папой и со второй девочкой, потому что им больно было, многое здесь слушали. Мы всех пригласили к себе в программу. В любом случае, Андрей, мы поддержим ваше решение. Проходите. Мне все равно кажется, ему первое очень понравилось. Как говорится, ну, говорили, в одну воду дважды не входит. Но мне кажется, он все равно выберет себе ближе по духу. Я приглашаю всех выйти и поддержать решение Андрея. Встаем, 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 да, встаем, приветствуем. Сядьте. Во-первых, мы хотели тебе сказать, что у тебя чудесная мама, лучшая мама на свете. И тут ставится точка. Она очень честно живет свою жизнь, и ты это должна знать. Во-вторых, мы тебя вместе с мамой приглашаем к нам на программу. Мы хотим пригласить еще вашу дочку с папой, потому что я так понимаю, что... Всю семью. Всю семью вашу. Пожалуйста, приходите к нам.